В Яшкарале тестируют новую бесконтактную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Уже сейчас в некоторых троллейбусах приобрести билет можно самостоятельно, не прибегая к помощи кондуктора. Нововведение оценила Ирина Малаканова. Возможно, вы помните, в советское время мы заходили в троллейбус, сами покупали себе билетик и сами его компостировали. То есть вся система была построена на доверии. Возможно, сейчас стоит к этому доверию вернуться. Именно так без помощи кондуктора можно оплатить проезд в трех ешкаралинских троллейбусах. Расплатиться можно банковской или транспортной картой. Никаких бумажных билетов тоже нет. Покупка автоматически отражается в личном электронном кабинете вашего банка. Однако совсем бесконтрольной покупкой билетов не станет. Зайцами все же будут бороться. Цель в дальнейшем запустить это оборудование уже на другие транспортные средства. В перспективе уйти полностью от кондукторной оплаты, от системы, она так и называется, бескондукторная оплата. Уйти от наличного расчета. Тем самым мы решаем ряд проблем. Одна из насущных сегодня – это в том числе и дефицит сотрудников. То есть у нас кондукторы, часть кондукторов, которая останется, перейдет в категорию контролеров. Проверить, покупал ли пассажир билет или нет, контролер сможет с помощью специального устройства. К нему нужно будет приложить карту и увидеть информацию о покупке билета. Опыт других регионов, где уже работает бескондукторная система, показывает, что в первое время количество безбилетников неизменно увеличивается. Но после первых штрафов все приходит в норму. Эту историю мы можем контролировать только одним способом. Это некие штрафные мероприятия. Мы полномочий таких не имеем. Эти контрольные функции будет осуществляться администрация. Мы сейчас вышли с инициативой параллельно тому, как мы сейчас занимаемся этой программой, вышли с инициативой на правительство на законодательном уровне решить вопрос именно по введению норматива, который будет позволять штрафовать безбилетников. Пока систему бескондукторной оплаты только тестируют. В троллейбусах, где установлены валидаторы, те самые аппараты, которые принимают оплату, параллельно работают и кондукторы. Каждый день сотрудники троллейбусного парка собирают мнение пассажиров о новой системе оплаты. Я считаю, что это очень удобно. Не надо кондуктора беспокоить. И, собственно говоря, отражается все сразу на смартфоне. Терминалы оплаты пока установлены в одном троллейбусе пятого маршрута и двух троллейбусах десятого. Как приживется эта система, что изменится для удобства пассажиров, итоги в троллейбусном парке подведут через месяц. Ну а мы обязательно расскажем об этом в наших выпусках новостей.